Хей, хо, летс го В плей-офф, да, из группы Или вообще побороться за какие-то шансы И вот это вот все Ну, и либо Аркреды будут просто той командой Которая залетела к нам на сезончик, так сказать Показала себя и показала себя Не лучшим образом, скорее всего, в следующем Мы ее можем не увидеть Как и, в принципе, второй состав Аркредов Сейчас как раз так играет, типа, второй, так называемый Аркред Интер... А, стоп, да? Аркред Интернешнл Вот, ну, а в следующем Бестов 3 у нас будет играть основной состав С Вэмпайром Против коллектива Луны Вот, посмотрим, что пацаны приготовили Да, посмотрим, что пацаны Приготовили, любопытно Будет все-таки пронаблюдать, смогут ли Аркред хотя бы одну Карту вообще здесь отжать Вот, потому что на предыдущей карте у них Драфт был, откровенно говоря Имбовый, здесь же Вот, пока поглядим, пока посмотрим Будем поглядеть? Тот самый легендарный? Тот самый легендарный, будем поглядеть, да Такс Ну, пока у нас, да, без каких-то Открытий в мете Тинни очень популярный герой Это самый популярный герой В рамках прошедшего в Саудовской Аравии Турнира крупного С призовым фондом большим Ну, универсальный, да Да, это вот универсальный персонаж Правильно ты говоришь Который там и на кэри, и на... Ну, на кэри его сейчас не берут То есть, все-таки, когда берут Тинни Это либо мид, либо какая-то четверка Но при желании, если вдруг так получится Что тут, оказывается, фри игра для кэри Тинни, ну, можно и на кэри поставить Ну, пока мы предполагаем Редко, когда бывает ситуация, чтобы У нас было Буллсита, в котором Тинни будет лучше, чем Другие кэри, да То есть, чтобы это была фри игра для него Сейчас, к сожалению С этим он не справляется Настолько хорошо Насколько хотелось бы для тех, кто любит кэри Тинни Даже в паблике, честно говоря Даже на моем ммаре этот герой Ну, не способен выигрывать у дефолтных Там, типа, даже джиггернаутов условных Вот, да, то есть, все, что в мете Оно все очень хорошо справляется с камнем Вот, ну и самое главное Это, что он теряет вот этот вот весь кайф Тем, что у него есть пик силы Когда он становится дико сумасшедшим дамагером Берстером На мид позиции это реализовать намного проще И раскачка другая И главное, что с появлением блинка Ты можешь носиться по всей карте И какого бы там плотности героя бы не было Ты, скорее всего, убиваешь за ландшот Тем временем, Винтер и Верна Таркредов Ну, и Чефы Имеют очень хороший, гибкий здесь набор героев Да, и Тинни на любую позицию Визаж на пол-3, скорее всего Но под этого визажа можно и оставить Тинни И он сильно не опечалится и обидится Вот, или взять какую-то другую четверку Милишную, желательно Которая может еще жестче подкрепить Сейфлейн Точнее, Харлейн Так, ладно Давай подумаем Ласт пик в этот раз Да, у Радиент команды Я не помню, правда, на предыдущей карте У кого был ласт пик По-моему, у ИЧеф все-таки был Ну, какую мы пятерку хотим вообще здесь видеть То есть тут, предположительно, линия Разор Марси Да, вот пока мы так думаем Что это Разор Марси Значит, мы должны придумать какого-то кэри Который против этого будет стоять И взять еще героя пятерку к нему То есть вот Энчантрас Это уже хороший выбор Для того, чтобы стоять эту линию И если ты берешь в меру какого-то Можно какого-то просто агрессивного героя взять Да, вот наподобие Вивера, которого забанили Да, то Разору будет тяжело там стоять Можно взять что-то типа жадного Такого там Террор Блейда какого-то Или любого другого рейндж кэри Можно Нейчерс Профита Взять он, кстати говоря, очень хорошо С Разором вроде как должен справляться на лайне За счет пеньков Но мне кажется, что ИЧ просто так не поступит У Виверных, кстати, настолько нереальный винрейт На вот этом турнире в Саудовской Аравии Да тоже герой хороший, да Типа 17 пиков, 70% винрейта Это очень много для 17 драфтов Конечно, все еще Выборка не идеальна, потому что сам турнир был супер короткий Да, там не было какого-либо Далбол иллюминейшнл, к которому мы привыкли Бестов 5 карт в финале, вот эта вся движуха Но все же, я думаю, всем прекрасно понятно Ну и Пангольер тоже удивлен я Но, с другой стороны, если ты подумаешь о том, кто играл на Пангольере То ты все поймешь Да, с ним играла, наверное, своя чемпионская команда LGD И что тоже забавно Судя по всему, после Инта Унафин Тусей настолько пригорела после этой первой карты в гранд-финале против Спиритов Что он настолько научился играть, наверное, героя, да Видимо, его заспамил жестко, что теперь его Пангольер это просто офигеть А то да, на Инте директор опять пикнет Пангольера Да, 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 на первую карту и Титани ваша Сейчас такая мета, что мидер он Мидер вообще, и мидер, и керри, и оффлейнер, они должны быть максимально гибкими Вот если раньше мы Как считалось, что саппорт, да, наверное, наиболее такая гибкая роль То есть там, например, взяли какого-то героя там на корпозицию Ну, брюмастера, например, взяли, да А вот уже можно его и на пятерку, да Саппорт пятерка должен уметь играть там и на Виверни, и на Инче И на Виспе, и на Чене там, да И на каких-то пятерках типа Вичдоктор Леон Шадоу Шаман И на Андаинге, и на Фениксе И вот у него уже как бы вагон героев, на которых ему надо уметь играть Ну а что, ты же пятерка, да, надо уметь играть на этом Это все саппорты, которые могут пригодиться Параллельно нам показывают коэффициенты от наших партнеров Винлайн 3.2 на Аркред 1.24 на HF Собственно, точно так же, как и на префлопе, что называется, на предыдущую карту Так вот, а сейчас уже как бы кор игроки, они по гибкости не уступают То есть ты как мидер должен уметь и на спиритах, и на всех поиграть И на какой-то соло-мидбабке И там и на визаже желательно уметь И хорошо еще и на пудже уметь катать, да И вот на таких вот утилити героев, типа Бэтрайдер, Пангольер тоже хорошо бы, чтобы у тебя получалось Но вот на Кэри тоже мы можем назвать Очень много персонажей нетипичных По поводу Кэри, я бы сказал, что у нас просто было раньше жесточайшее разделение Между такими чуваками, которые играют активных, так как Матумба, например, героев И таких чуваков, которые играют only 4 plus 1, как Resolution, например, уголы, да? Как Resolution, Ana, вот такие Да, да И сейчас просто не можешь себе позволить иметь такого чувака у себя в команде Потому что ты должен научить его, ну, или он должен научиться играть на всем И на лотовиках, и на early-gamerах, на тех, кто выигрывает линии Потому что, во-первых, Dota стала... Ну, во-первых, все отточили настолько мастерство, что меньше ошибаются Что означает то, что лейтпики далеко не всегда заходят просто потому, что тебя могут сожрать, да? А во-вторых, то, что игра сама по себе быстрее И от линии зависит слишком много Вот, поэтому... Там, кстати говоря, сейчас идет квала на турич от ESL И там оффлейн инча Ну вот, потому что я вообще не знаю, как можно было его на протяжении вот этого турнира на 5 лямов Его игнорировать, это просто рофл Ну, может, кто-то сейвит стратки на мажор То есть... Да, это он... Просто с одной стороны, с одной чаши весов 500 тысяч долларов А с другой чаши весов 4 ляма, как бы, да? Да, да, я потом говорю Но если ты, как бы, занимаешь хорошее место на мейджоре То ты, как бы, попадаешь на инт, а там уже не 4 ляма, там уже 40 будет Ну да, да Поэтому тут, как бы, вот такой моментик-то Обсуждаемый, скажем так, обсуждаемый По поводу кэфов мы затронули тему Напоминаю вам о том, что до 10 тысяч фребетов можно залутать по трансляции Совершенно спокойно Давай посмотрим с тобой на ласт пике У нас Эв Спирит появляется, чему я нереально доволен и рад Потому что это прикольный герой И всегда интересно наблюдать за ним А в свою очередь Аркреды должны будут что-то придумать Чем тут... Ну, понятно, что Эв Спирит здесь дополнительно, да, прикольно Дотягивается до Виверны Которая, в свою очередь, может заруинить тебе игру Особенно Фантомке Вот Ну, Аркреды должны добавить себе мидера Который будет создавать ситуацию и позиционку для Вайда Потому что Рейзер, я так понимаю, 3 Это АТФ-ный стиль Да, Марси 4, Виверна 5 Ну, или наоборот И, соответственно, на мидл надо брать героя Который будет и неплох против Тинника И при этом всем желательно перекрывает Фантомку И сетапит в Вайду Хроносферу Вот сетапить в Вайду Хроносферу самое главное Потому что здесь никто ему не сетапит в Хроносферу, кстати, если что Нет вообще инициатора нормального, человеческого Значит, нужен инициатор Кто это будет? Батруха? Батрудинов? Инициатор, чтобы вайду дать в Хроносферу Там Разор просто побежит вперед И этого уже Ну ладно Хватить А, ну вот Панга как раз таки Вот еще и Пангалер, да, покатится В целом проблема, что дэмэджа особого в Хроносферу нет Вот, как мне кажется, не очень классно Да в тени в итоге у нас на центр пойдет против Пангальера Но посмотрим, что из этого получится Драфту Ну, я не очень люблю Фантомку сейчас Мне кажется, это герой плохой Такой вот Многим он уступает И тут Виверна против Фантомки И Пангальер И на самом деле Воид тоже очень сильно мешает Тайм-дилейшнам Там на ранней стадии игры Когда Фантомка там Пытается как-то, да Вот ты сказал, что нельзя сейчас позволить себе иметь Кора, который Вот вообще ничего не делает в игре Так что даже Фантомка там с каким-то голым БФ Она может иметь На лайнинг стадии Допустим, там ПТ, стики и орбов короужены Если где-то там идет драка Недалеко, где она фармит Она захочет прийти Кинуть нож Добить какого-то саппорта Может на кого-то напрыгнуть Порезать И в этот момент Фейслос Войт, если он находится поблизости Он может одним тайм-дилейшном Фантомке доставить огромные неудобства Потому что три спала, которые на КД Они даже первым тайм-дилейшном Очень сильно Вот героя замедляешь И не можешь ты там никуда Отпрыгнуть еще раз Да, это очень-очень важный момент Но в целом, да Как бы тут с учетом того, что HF играют лучше Мы предполагаем, что Они как бы тут будут побеждать Вне зависимости от того Но с другой стороны Лично мне драфт все равно Намного больше нравится сверху Ну то есть у аркредов Я считаю, что у них просто еще и Возможно для ошибки больше Да, то есть Маневр, так сказать По вопросу камбэка У них присутствует У них есть здоровые красные кнопки Им есть чем играть И против Тини И против Фантомки Из минусов, да То есть единственное, что у них Наверное будет проблематичным Это возможно темп Потому что противник Наверное, хороший темп За счет визажа тройки Который будет работать по объективам И вам в этот момент Надо будет максимально круто Это все дело отпушивать Благо есть с чем И если чел на панга Понимает и ощущает Этого героя И будет показывать нам Уверенный геймплей То мне кажется, что у пацанов Из аркредов есть шанс На то, чтобы взять Хотя бы одну карту В этой бестов 3 До победы там, конечно, далеко Но в целом Я бы сказал, что мне очень нравится То, что напекано слева Ну вот на турнире В Риаде Я думаю, было бы Скорее всего победа За левой командой Если бы коллективы были равны И по силам Кстати, замечу то, что Дота Бафф говорит, что По призовому пулу Вот этот последний лан Который заканчивался вчера Он находится в топ 7 Среди всех Турниров в истории доты По количеству денег Это забавно То есть первые 3 Это соответственно Инты Четыре Первые 3 Это инты Вот Четыре инта Получается Десятый Двадцать первого Девятнадцатого Восемнадцатого Вот Дальше идет А, стоп А, это получается А-а-а А-а-а Так это получается Не топ 7 даже Это топ 6 Потому что Почему-то Десятый интернет Дважды повторяется В Дота Баффе Вот Ну, настолько крупный Призовой фонд Что Да, что надо Дважды повторить Вот Дальше девятнадцатого Года Потом восемнадцатого Года Тя И дальше Геймерс Визаут Бордерс Это соответственно Сборы Ну, короче Как называется Благотворительный турнир Вот Там было 10 лямов И на вот этом ВЕСГ Который ВЕСГ Вот Восемнадцатого Года Там Семнадцатого Года Он соответственно Пять с половиной Крепик И вот дальше Как раз таки идет Царяд В общем Не скупились Саудовцы На Движ Вот Движ создали Движ Такой почаще Были бы Такой они создавали Движ Было бы вообще Азыч Маэстро На него Нападал Его минимальное Было Опять же Понятно То, что Рейзер Будет напрягать Фантомку Довольно плотно И Марси Тоже будет Довольно Серьезно Напрягать Благо Энчантерс Хороший Лейновый Саппорт Хотя лучше Был бы Какой-то Бэйн Мне кажется Потому что Как только Розетка Например Притягивает Да В смысле Статик Клинк Ты сразу На этот мир Ему кидаешь И все На этом В принципе Вся Так Вот Начинает Сенсет Уже Напрягать Помаленьку Прыжками Но Сам Тоже Много Дэмэджа Получает Может Пульчик Какой-то Да Сейчас Можно Будет Оформить Кэмп Не заблочили В итоге Эчеф Но Они Наверное Не должны Его блочить Потому что У них Энчантерс В команде С другой Стороны Его Сейчас Можно Было Совершенно Спокойно Отводить Кто Будь Не Помешал Потому что Все Он Только Первый Левел Сейчас Берет Энчант Влет На Маэстро Классический Ну и Вот Как бы Выживет Ли Слушай Да За счет Хила Живет Еще и Курера Хочет Забрать Но У него Дэм А тут Плеточка И тут Плазмо Филд И сейчас Еще Откатится У нас Прыжок Точнее Кувырок И прыжок И до свидоля И прыжок И кувырок И прыжок И кувырок Но Фантомка Накачивает Вот Все То что Происходит Там Ичу Забрали Фудошечку Отдали Разору Да Разор Сейчас Возьмет Тапок Наверное Чтобы Сильнее Напрягать С дати Клинками Но Фантомка Пока Трудности На линии Не испытывал Это Очень важно Ну Типа Блин Как тут Можно Что-то Говорить Две минуты Только Прошло Но Для Кэри Очень Важно Первые Пачки Вот Именно Хорошо Отстоять Потому Что Дальше Выше Левел А Когда У тебя Выше Левел Тебе Проще И С Врагом Сражаться Лучшие Подвышки Ты успешно Фармишь Это Все Крайне Крайне Важные Моменты Которые Очень Сильно Бьют По кэри Например Если Саппорт Как это Часто Бывает Знаешь Пошли Куда-то Твои Пацаны ФБ Делать Втроем К врагу Под Т2 Задайвили А ты Стоишь Один Потому Что Саппорт ТП Не хочет Делать И Ты Первые Полторы Пачки Ни Приятного Мало Так У нас Тут Линия Пытается Поломаться Командой ИЧФ Странно Я как-то Выразился Не совсем Правильно Пожалуй Линия Пытается Поломаться Линию Пытаются Поломать Линия Ломаться Сама Не может Я думаю Может Но Как-то Да Как-то Нет Все равно Ее Кто-то Ломает Крепы Всегда Одинаково Бегут Дальше Не логично Крепы Начинают Бегать Как-то Уманут Это непонятно Куда Они сбывают Это Редко Редко Бывает Да И вот Проблемки Начались У Фантомки Только что Один разок Ее забрали Сейчас Кстати Курьера Может потерять Тут Рецепт Короужина С шляпой Летит Но у Сансета Нет Тапка Что нетипично Для Марси Четверки Очень часто Мы видим Героев Милишников Четвертых Позиций Которые С тапком Стартуют Игру Но Благо За счет Версблада За счет Еще одного Асиста Удалось Денежек Заработать И вот Он уже В следующем Моменте Будет Старт Да С другой стороны Кстати Повезло То что Заспавнились Именно Помидорки На топе Что Помидорки Практически Единственный Кэмп Который Убивает Полностью Всю Твою Пачку Крупов Стопроцентно Вот И даже Несмотря на Ничью То есть Ничат Заберет У тебя Что то я спала Сан Сэдыч Переворачивает Там этого Крипа Монокрада И таким образом Они забирают И его Уничант Распятая Минута Ждем Конечно Шестую Потому что Они уже Будут Интереснее По вопросу Контроля Рун Открываем Нетворца Здесь У визажа Дело Ополохе Кстати Среди всех Коров Он Реально Очень мало Фармит Сейчас Непонятно Почему Видимо Не его Герой Или Еще Какие-то причины Имеются Обычно Визажи Ну Нормуль Стоит Своей Лайн И че Им вообще Пофиг Должна Плюс-минус Но Мы видим Что против Вайда Виверны Что-то Не заладилось У него С лоски Точком И Ситуация Плачевная Сейчас На него Еще И на лицо Садятся А где Саппорт А, Саппорт Четвертой Позиции Пошел Мидл Гангайз Ну Опять же Спирь должен Таким вещами Зафуловой Ну и мы Видим То, что По левлу Дисперейт Пригрывает Солон Завим Немножко Кентавра На Алюма Нападают Его пытаются Забафать На скорость Там Как-то Перекидывает Его Марсин И только Благодаря Этому Алюма Выживает А по поводу Тини Да Это Кстати Момент Такой Достаточно Классический Что Тини Всех Милишников Подобных Он просто ПКС Переигрывает Дарк Раскастовывает Ультимейт Только Для того Чтобы Руну Забрать Ну Еще Для того Чтобы Напасть Здесь Еще Спирит Надо Подожрать Его Но Пима Зонит Спирита И таким Образом В 3 Саппорта Чем 2 Саппорта И Мидера Смогли Забрать Тини Очень важный Килл Для Дарка Очевидно Камбэк Это ему Икспу Голду Он Приравнивает Сразу Автоматом По Натворцам Они Останется 2700 И 2700 Короче По кайфу Саппорта Молодцы Сыграли Хорошо При этом Всем На боте Из-за этого Очень серьезно Просел Войт Потому что Войт Соответственно Ставил Против Зажа Который Ему Тупо Натыкал Больше Он ничего Не мог Сделать При этом Всем Сохи Рядом Подходит И В целом Опасный Момент Может быть Для Ашина Подсейвливает И вот Пима Точнее Подхиливает И С этого Можно было бы Начать Но Надо дождаться Шестого Левого На лизаже Все-таки Потому что Вернул себе ХП Ашин Красава На топе Нападала Плотная На Фантомку Фантомки Высосали Все силы Соки Подошла Энчантрес Помогла Подсейвала Красавка Тем временем Еще умирает Войд Ну вот Видишь Уже Как-то Вот Как-то И не до шуток Потому что В центре Тинни Хорошо стоял Но его убили В топе Вроде У Разора Все приемлемо И Воид В боте В своем Убивает Виседжа То есть Игра Уже Как бы Не проигрывается С нулевой минуты А это Все что тебе Нужно Обычно Для того Чтобы потом Ее выиграть С таким Пиком Который Есть у Резиент Команды Сансет Ну тут Сохи Пришел Этот момент Такой Немножко Неожиданный Наверное Для Аркредов Что Виседж Остался В боте Один Сейчас С другой Стороны Он Апает Шестой Уровень И уже Один Виседж Против Вайда Спокойно Справляется Синий Болтавер Отдался На миде Что Конечно Довольно Печально А чем Он занят Руны Контролят Да Он Руны Контролил Он на топ Приходил Помогал Убивать Вот Два ассиста Заработал Молодец Конечно С одной Стороны С другой Стороны Не выглядит Как по плану На топ Тем временем Мощной Рубилова На Санаретсу Напад Вене Очень плотное Алюм Красава Сыграем На все 100% Блин Еще и Отдарка Иншафт Аверно Сейчас отправится На Еще Нестанчик И Алюм Доволен Жизнью Хотя Вот тычечки Полетели Неплохие От Дарк Самона От Дарк Тролля Самонера Фух Инчат Контролил Все Грамотно Но Алюму Не хватило Убить И Спрейт В интересной Позиционке Заходит С спины Просто На Разора В тупую Алюма По-моему Мухспид Должен быть Больше Не Она Не Подинаковый Мухспид Летает Сохи Сансет Тоже Отправится Сейчас Верну Он Еще Тоненький Притом Все Верна Приходит Помогает Добрать Спирита И Редсу Сваливает При помощи Блинка А вот Сансет Уже Никуда Не Свалит Дисперейд Можно Тосик Нажать Тосик Нажимается Дарк Оказывается Вообще Не в своей Тарелке Здесь Уходит Все-таки Сосош Бакла Но при этом Потеряет Саппорта Итого Минус Три Дисперейд И его Друзей Красавцы Парни Так Держание Что называется Но при этом Все На боте Снова Умирает Визаж А это Для Войда Соло Килл Соло Килл Для Войда Это Уйма Иксп Голды И Потанцевал У него Очень-очень Хороший Сейчас Открывается Для того Чтобы Эту Катку Выиграть Да Воид Мне вообще Нравится Больше Всех Сейчас Как Кэрри Персонаж На мой Взгляд Он Да Против Каких-то Сверх Агрессивных Драфтов Он Плохо Перефармливает И вообще И вот таких Героев Которые Умеют потенциал Для того Чтобы собрать БФ И тебя Перефармить Тоже Против Каких-то Классических Героев Против Террар Блейда Против Какого-то Бладсикера Против Разора Кэри Мне кажется Что Фейсл Своид Очень неплохое Решение Потому что Он Достаточно Устойчив На линии Как бы Это странно Не показалось Ты можешь Таймволк Подмаксить Если хочешь И плюс С агрессивным Естественно Саппортом Я не могу сказать Что Сэмка Прям хороший Саппорт Но Нам команда Ее все чаще Демонстрирует Пока конечно Мы смотрим За ее винрейтом Но То что это герой Агрессивный И способный Линии выигрывать Это уже По-моему Очевидно всем Я Тут недавно Играл с Сэмкой Четверкой Был тройкой Сам И чел На втором ловле Вкачал колбу И мне хотелось Позвонить Смайлу Чтобы он просто Выехал Потому что У Смайла же Неправильно Ну да Ну вообще Это правильно Ну вот Смайл так не считает У него На самом деле Реально лютая боль Когда у тебя просто Нехала Возможность На третьем Ауру Ауру качаешь Да И все И все нормально Не, я с этим не кобу Прошу прощения Я не в том, что На втором левле Он ауру качал Ааа Так это неправильно Боже мой За что Ну так это отврат Потому что У Сэмки Самый большой дпс С второго левла В игре Тебе нужно Нужно качать Первый и второй Спейл Это правда В большинстве Случаев Может Есть такие Линии Где ты вообще Знаешь Напасть не можешь Тогда можно Взять ауру И там Чаще Например Ну там На одну Или на две Дать новый Больше За свой Монопол Пока у тебя Там все Нарегенивается Что Принжа Не убить Но У него На первом Был короче Колбас Стринжа Не добивал Хотя Милишник Там без Спелов Вот И Паунти Хантер На втором Ауру И ты такой Так Я понял Хорошо Можно Ливать А если стоишь Против Варлока Так Вообще Сто Пудов И ста Так Верночка По самокам Вместе с Сансетом Идут на Ботом Сетапить Драку Дэвайда У которого Откодешился Ультимейт Плюс У него Мом На 12 Минуте Что является Нереально Крутым Летатом Ну не Нереально Конечно Но Очень Очень Даже Сладко У него Все И вот Он в лед Минус Визаж Просто Лицо Ему набьют Сейчас Нашин Забирает Еще на Килл Ну из плюсов На самом деле Хотя бы А чем Вы смогли Забрать Медл Вышку Рега Кстати От Тини Пошел Сейчас Фармить Коэффициент Дорогие Друзья Что у нас Тут Творится 1.72 2 против 2 Ничего Себе Вера Ну такая же Как и у меня Кстати Вера В аркредов Присутствует Да Твинлайн И до 10 тысяч Фребетов Вы можете Совершенно Спокойно Золотать По Бонарочку По трансляции Сансет Находит Дисперейта Тотов Ланч Тосит И это Минус Марси Легчайшая Для аркредов Пима Время Колден Брейс Хотя И самое Главное Выжить Ману Без Которой Тот же Тинни Это просто Тюфяк А на Боттем Времени Вот тот самый Темп О котором я говорил Да У нас Визаж Вроде как Отстоял Свой Лайн Очень Плохо У него 0-3-1 Но За счет Энчантры За счет Того Что сам Визаж С левелом Довольно Эффективно Пушит Вышки Мы видим То что Довольно Много Аркреды Отдают Товров И вот Это давление Должны Сейчас И чай по Осуществлять Потому что Они понимают Что В лоте Переиграть Против Верны Блин Марси Пангольера Войда Это Вообще Не кайф Ну Совершенно Визаж Тем временем На Ботте Фидит Сансет Пришел Засетапил Драку Вместе С Пимой И соло Килл Для Аркредов Хроносферу Неплохо Реализовать Пока Она доступна Так сказать Желательно Не отвлекаясь От фарма Снова Там Махач На боте У нас Самое главное Т2 Вышку Занести ХФ Они очень хотят На ланпост Контрол Лиз И так далее Маэстро Таймир Но он сейчас Может отправиться А что у него С Оттенденсами Оттенденсы В КДшке Понятно Тогда он точно Не жилец Но это Килл пятерки За ультимейт Бангольера Что довольно много И могут сейчас Вайда найти Вайда найдут На миде Нужно закастовать Идеально Со спиритом Вместе Лед Сайланс И не дадут Конечно же Уйти О, ладно Нажимает Таймзилейшн Еще Мом активирует Начинает Бить А магнитайс Не дал Магнитайс Не дал Чел А он был Не на КД Что ли Я думаю Может на КД Тильт А сейчас Пойдем на третьем Все Да, это она Это правда Она Жесть Я готов сказать Что вот Уже на такой Стадии Игры Когда счет 16-10 Да И Вайда Никто не поддушил У Розора Тоже фарма Много И Единственный персонаж У которого Реально Прям все Хорошо В ИЧФ Это Тинни Да, мы видим Там у Фантомки 6600 Но она еще Очень долго Будет Неактивна В этой игре В отличие от Вайда Который же Под следующую Хроносферу Будет готов Ворваться А возможно Даже без Хроносферы Чисто где-то Там Таймдилейшном Помочь Вот И мне кажется Что у Аркред Сейчас вообще Все карты на руках В общем-то Так же Как и на предыдущей Карте У них Все карты На руках Да, но Тут они Мне кажется Уже подсоберутся Очередной фраг Делают У нас Фантомка Ну и коэффициенты Как бы Да, уже не 5-5-5 Что называется Здесь Аркреда Явно видно Что и на драфтеле Хорошо И используют Своих героев Пока что Оптимально Дарк Не найдет Не найдет Лизажа Поход Тоже бывает На топе Зато нашли Попытка номер 2 Подряд Да, то есть И в этот раз Магнетайз был дан Дорогие друзья Хотя уже Что-то вроде как Хватало Даже без магнетайза Но решил Сохи не сейвить Свой тиммейт Правильно Сделал все В этот раз С Вайдом Разобрались По-мужски При этом все Вайда Майл Вайда Мом И он довольно быстро В армии сейчас может Потомку Наверное с БФом Может и не перефармит Но если на Рецу Тоже будут выходы И тоже будут Там те же самые Хроносферы ставятся То Рецу можно будет Подостановить Философски Дропается Кстати Для хфов Саппортом Зайдет более еще А тем временем На топе продолжается Снос То есть На боте не дали На Т2 Донести Поэтому давайте Займемся топом Надо развардить Чужой треугольник И таким образом Можно будет Законтролить Рошу А тем временем Виверна Сетапит Драку Против Дисперейта Дисперейт Последние тычки Пытается дать Тавру Его уже Стоп удобно Забирают Он это прекрасно понимает И он успевает Дать Тос На Марсе Для того чтобы Уничтожить вышку И еще и получить Дополнительные бабки Для себя Маэстро Имеет все шансы На то чтобы отправиться Ближайшим поездом В Таверну Не успевает Нажать ТП Аут После того как Пангалер все-таки Пришлось ему Нажать ульту Неприятно Но с другой стороны Ничего страшного Ульту нет Еще будет возможность Где-то Эту ультой поиграть Визаж В рейфпакт Добивает Очень поздний Здесь визаж Скорее пятый Четвертый Позиция Нежели третий Выглядит именно так С другой стороны У Разору Тоже не то чтобы Темп какой-то Невероятный Но ему и нафиг Эти артефакты Не нужны После БКБ Он доволен Сам собой Функционален И эффективен Очень как-то Странно Передвигаются Сейчас аркреды Согласись Должны играть Вокруг топа Вокруг чужого леса Потому что Они играют за Радиансайд Это означает То, что у них Есть преимущество По позиционке Против Рошана Но почему-то Пацаны Играют С подботом Но сейчас Ладно Зашли В треугольник И не получилось Гангануть Тинни нажал Блинкаут Мгновенно Инициация Получилась Так себе Весел Появляет Кстати На эфирите Весел Играют Как-то Не очень много Появлялся На Ряд Мастерс Да вообще я что-то его там не помню Чтоб его там кто-то брал Ну видишь Все предпочитают Обычно открыто либо Марси, либо Тинни Потому что вот на первой стадии В бан кто улетает Как правило Это там какая-то багдон брейкер Да, там против некоторых команд Кто-то там Тимбера убирает Вот, и у тебя всегда либо Тинни, либо Марси Это тоже такие милишники, которые Считаются более функциональными Разворачивается драка, которую Тинни не переживает БКБшка разора работает Торспирит влетает, под конец БКБ не станет Нажимает магнетайса, очень жестко дамажит Олдом брейкер, неплохая хроносфера Сейчас наверное еще и визажа можно будет подрезать И никто тут не выживет В одном коррежет лица Все это время Он даже не отвлекся Она должна быть какой-нибудь там клинок Да, она так подошла, посмотрела на эту драку И подумала, блин, да ну не Че-то не Не хочу Ну и правда, а как там сражаться? Там ты на кого-то прыгаешь Сразу же колден брейс какой-то дается Героев сейвят Не знаю, очень Очень трудно что-либо сделать Так и есть Поэтому мы с вами сейчас увидим вполне вероятно 1-1 Потому что это не только тимфайт, который они выигрывают в Салатье из аркредов Но еще и забираю Цепи и рошум Практически на поляву И у Чеха не успеваю Нашим Забирает Цепи и егис И дальше будем продолжать сражение уже Так сказать В плюс явный для аркредов У них все карты на руках имеются Ждем БКБ от Тини Ждем БКБ от Фантомки Тогда ИЧФ смогут хотя бы чем-то ответить На ИЧФ УЖКФ поднялся от наших партнеров в инлайн до 2.10, 1.6 на команду аркред И то это мне кажется как-то даже многовато для аркредов Да, да, да Я бы сказал, что это реально многовато Ну и 10 тысяч прибетов вы тоже можете залутать Использовал баннерочек по трансляции Ну по ощущениям это конечно вообще супер легкое Пока для Сансета и его друзей Понятное дело, что они могут еще очень серьезно наошибаться Понятное дело, что Фантомка может подкритовать там где-то Что-то нажать классно и вдруг рандом прокнет И ИЧФ выиграет эту карту Но пока по ощущениям у них намного меньше клавиш просто И максимально бесполезный визаж Который вообще ничем помочь своей команде не может Выход на война Войд соло Об этом знает СТСЧФ Вы видели на боте визажа Но Ашин вовремя уходит Войд Нашли разделе уберем Но он с Аегисом А вот теперь в тюсвидуле возможно будет Фантомка Но у Реце все еще ПКБ Там и только Хроносфера может ему помешать уйти А Хроносферист очень далеко И Фьюзал используется Реце не хочет выбивать из себя ПКБ Понимает то, что это байт И понимает то, что противник все равно не сможет До конца за ним задайвить Как там дела визажа Визажа идет подфармка Но слабоватенькая Тангус все еще есть на 24-м минуте Довольно мемно его видит И Драма пытается собрать себя Ктамоп Войду торопиться некуда Качается спокойненько себе И сейчас шарт будет приобретать Не жадничает Понимает, что Следующий Рошан Он не скоро появится А возможность далеко прыгнуть Там как-то тайм делейшном Подизейблить соперника Она Хорошо, что была бы здесь Вот здесь и сейчас Так сказать Ну да, и мы видим то, что Из-за потери Эгиса Ашлина и компания Перестали вообще жаждать Каких-либо нападений Да, нет у них какого-то Момента, где они сейчас бы Просто инициировали в Ашли И с другой стороны У Виверны есть блинка И она может При любой ситуации Как только противник Увидит на Вардах Влететь, нажать Свои кнопки Башер тем временем Постепенно появляется У Фантомки Это уже такой звоночек Она реально может быть Очень-очень плотный Здесь И Тинни с БКБ Готовым Судя по всему Да, нет, да Готовая БКБ Разобрал саблю Сейчас дособерет ее Обратно ДПСМ Вот из визажа Такого слабого Чефам Немножечко не хватает Прям видно Так, что у нас За пауза Какая-то пауза Висит Что же Подкрышивает Там потихонечку В боте Вышку Птицами Давит Душит Зато Админ Не душит Почему же Почему же Так случилось Вот вопрос Тинси Позвали на квалы На ESL Ничего себе Я думал Они уже все Так сказать Третья шалонная команда Погоди Чего ты говоришь Тинси позвали на квалу Говорю Так они там Они вообще-то Обыграли Этих Т1 Обыграли По-моему И У талонов Карту отжали Короче На ДПС не можем На квалах можем Я понял Ну что-то да Там Как-то у них Там более-менее Начало получаться Вроде Ладно Мы морфлинга Открыли Кстати Талоны Ничего себе Новых героев Находим Ну ждем И Ждем Когда Наконец-таки Наши команды Решат подраться Потому что Еще 25-11 Но на самом деле Панатворца Никакого превосходства У Реддет Нету Они Они Вполне Вполне Себе Адекватно Держатся И Чеф Мы видим Все еще Имеет самую Богатую Фантомку На карте И В льот На Марсе Опять же Вижен С Виженом Вот вопросов Ноль И чеф И лучше Реально Расставляют Вижены И чеф Из-за этого Имеют намного Лучшие возможности По инициации Этим временем У нас Дисперейта Забрали И Пайбек От Марсе Попробуют Фантомку найти И Располовинить Маэстро Получает Пашики в лицо Очень Больно ему Не выживает Никаким образом И то же самое Касается И И спирита Итого Не потеряли Только визажа Вместе с Фантомкой И чеф Как-то Очень Раздельно Подрались При этом Визаж Вообще Ничем не занимался Скоро как Пушил ботом Но Довольно успешно Кстати Тавр потерял Где-то Три четвертых Своего хп На Так Немножечко Медленно У нас Игра Развивается Но Очевидно Что Воид Не Рассчитывает Драться Постоянно Качается Ждет Удачного Момента Но Я думаю Что Аркред Прекрасно Чувствует Что Они В данный Момент На Коне Хотя Вот Если Посмотреть На Нетворс И Фантомки Так-то Нетворс Вообще Не Маленький Да Все Очень Спокойно Идет То есть Нету Какая-то ситуация Где мы Сказали Что О боже мой Это невозможно Выиграть И так далее Ну вообще По счету Да Так 28-12 Ощущение Как будто Ищет Ну вот Если так Посмотреть Да Очень Сильно Должны Проигрывать Но Фантомка Хорошенько С БФ Хорошенько С БФ Реализовывает Фармит Эффективно Сейчас На Дарка Попытаются Напасть Но Очень Ошибается Здесь Сохи Промахивается Станом Из-за этого Выживает Пангольяр Ну Хотя бы На БКБ Его развели Это хоть что-то Сохи На Топе Что-то у меня Есть подозрение Такое Что сейчас Эчфы Как подерутся Просто У них очень странная Сейчас позиционка С одной стороны С другой стороны Они имеют Довольно неплохой Вижен здесь И хроносфера Была потрачена Уташина В Сини В Сини Все еще живет Но не выживает До конца До свидания И на Топе Визажек Визажеку Надо свалить Все Реализованная Хроносфера При этом Все Мрашан Будет Зареспаун Возможно Через 17 секунд Возможно Дольше И темп игры Конечно Получается Максимально Человый Никто ничего не делает Все ждут Своих шмоток Ждут когда Противник ошибется По позиционке По факту Сейчас у Эчфов Очень хорошее время Когда нет хроносферы И надо просто Смакануться После появления Тинника И пойти Эффективно подраться Если у них Это получится сделать То вот этот гэп Они еще и сверху Рошана могут Закрыть за этот гэп Да То есть 90 секунд До хроносферы Поделитесь Пожалуйста И забирайте Рошана Идите дальше Закрывать катку Либо вы теряете Довольно большую возможность Есть еще возможность Это фармить Башер Ну надо как-то уже Да Ближе Подходить У Разора Появляется рефрешер Очень жесткий Рейзер Такой второй Полноценный Кэрри Появляется Рейзер Спирит Влетает Марси Ошибается Сейчас тут будет Хроносфера Нет или просто Дарк Влетает Начинает Раскидывать Редсу Отступает Перегруппировывается Но БКБ не нажимает Хроносфера А хроносфера Отсутствует У Вайда Поэтому Собственно Еще решили Подражаться Минус Воит Редсу Правда Теряет весь урон И Дарк Может сейчас Тоже погибнуть Здесь Ну все То есть Это просто драка Была без хроносферы Да Это просто драка Которую они инициировали Сами без хроносферы Могли не инициировать Вообще ничего Да Там отдать одного героя Например А именно Марси Именно на Марси Был влет Сейчас Вот и Чеф И Чеф Они все правильно поняли Да У вас забрали Тинника за хроносферу Тинник возрождается Ты идешь Забираешь Ашана Все Больше тени Нифига не надо Нотки здесь Нажимать Минималистично Можно Да Не особо парить ТРС забирает Аеги с себя Доволен жизнью Пашер у него Также прилетает Плюс Тысяча голды Естественно Дальше можно Будет перефармить Уже оппонента Очень серьезно Опять же У него и так На пять тысяч Ну по факту На один слот Больше чем у Вайда Правда У его команды Больше да Все остальные Там тинник с визажом Немножко страдают Но Все же Куш потенциал Сейчас будет тоже Отрабатывать свое Лучебов Благо В таверне Все еще валяется Войд Там же еще И находится Панга Можно было Попушить А вот теперь Ближайшие Как пять минут Сражаться Не совсем понятно Потому что Фантом Куда уже Так Тут что У Майст Какие-то трудности Могут быть Но Дарк решил Дальше не прыгать Застрял Застрял Улетел Все Текстура Даже такое Рецу Неподалеку Можно инициировать Прямо сейчас Вопрос только в кого Влетаем Влетаем в Марсе Окей Хрансфера только По одной четверке Это очень мало Это очень мало Это не густо При этом он еще БКБ тратит Для того чтобы его убить Помимо Хрансфера Но Рецу Начинают дамажить Да Да И тут проблема В том что у него ДПС теперь мало Потому что Из него высосали Дэмэдж Но Рецу Огрызается Огрызается Как мужчина Тем временем Нападение на визажа Там прокуют Башики И прилетает Рецу Снова с блинка Пробивает Вайда Тот уходит на Таймвоке И надо найти Пимо Пимо Путался сделать Типаут Это было наивно Вот я так смотрю На Пангальера С этим Блэкинг Баром Я вообще Сторонник Идеи Что Блэкинг Бар Это крайне важный предмет И если Ну кто-то его Решил не покупать Искор героев То на это Должна быть Прям ну очень Беская причина Да Там не покупать БКБ Либо потому что Ты там Очень сильно Проигрываешь И с БКБ Ты точно ничего Не сделаешь Тебе нужен Какой-то дэмэдж Какая-то Такая обычно Да бывает Идея Вот Но если ты не покупаешь БКБ Потому что ты просто Вот решил поклоунищить Да Ну ты потом просто Игру проиграешь Но вот конкретно Да Конкретно здесь В этой игре Вот БКБ на Панголере Неужели Этот артефакт Тут прям так сильно нужен Чтобы спасаться От Сайланса Можно купить Лотос Например И Лотос на Панголере Отлично сидит Да потому что Ты его можешь Часто кастовать Он тебе дополнительную Броню дает Это приятно Тут ребята Решили пушить Потому что Хроносфера на КД Находится Пользуется этим моментом Десперед прыгает Тосает Разора Разор БКБ Но Виверна Если что его подсейвет Неплохо расталкивает Сех Дарк Уже упали Правда Ретсу А Ретсу что-то У него Егис Да у него Егис Имеет право Да имеет право Курса правда Ооо Ретсу успел выйти Из-под курсы Тем временем Десперед Прожимает БКБ Пробивает Алюма Алюм в поверхности Байбек Можно Байбек На задаун Байбек Ретса Его пытаются Второй раз убивать Фантомку При этом всем Хроносфера в КД 21 секунда Конечно Войди так Неплохо Но БКБ у него Еще в КД Это проблема Уже намного больше Нежели то что Хроносфера в КД Импетусы там летят Сумасшедший Ретсу Не хочется Не хочется Попадать под хроносферу Понимает Ищефа Что стоит возможно Выйти Из этой драки При этом всем Алюм торгует собой Максимально себя предлагает И за это получает Пока что под сейв Неплохой Хроносфера Ташина Все-таки была Установлена визаж Вместе с Пантомкой Внутри нее Пантомка сейчас Просто нажимает БКБ Жмет налево и направо Минус Войт Минус Марси Минус СЕ Как же больно Байбэк от Пангалера Как здесь жить В одну Просто в одну Игру Точнее в одну драку Ребята из Аркред Проиграли игру Проиграть игру Вот эта вот драка Под вардом Где Марси пошла Девардить И У Войда Просто не было хроносферы Он не готов был туда идти Я уверен в этом Но Скажем так Само по себе Способление хроносферы Ситанки Где у тебя тайминг На Рошана Это условно говоря 19 секунд Это вполне вероятный лус Вот Ну да Ты должен убедиться в том Что Рошан есть Что ты поставил хрона Убил врага И что Рошана ты заберешь Или ты идешь Драться Тогда когда Что Рошана нету Да Но он Возможно Заспавнится Еще и сам 19-20 То есть Это прям Идеальный гэп был Для хфов С одной стороны С другой стороны Просто можно Реально было Забить фиг Ну типа Да Отдали Аегис Стап Неприятно Ничего страшного Тем временем Маша Улет на рец У него нет МКБ Он не попадает По фантомке Фантомка Дико в кайфе Ей просто пофигу на все Влетает Убивает Вайда Ну и того Просто хуже сыграно Хуже сыграно Хотя пацаны Обе карты Могли выигрывать На самом деле Да И пики хорошие И обе карты Могли выигрывать Ну вот Собственно Ну Честное Заслуженное поражение Не знаю Что так Можно сказать Мне кажется Даже не Не обидно Или наоборот Обидно Блин Не знаю Вот То есть просто Одно дело Когда Враг тебя Вот ты там Готовился Как-то к игре Да Там И друг Бах И задрассил Какой-то фигни Сам того Ну как бы Не желая Так просто Как-то получилось И в итоге Две по 20 Ты отлетел Но Аркреды здесь Ну реально боролись На самом деле Неплохую Ну как просто Индивидуально Если каждый игрок Вырастет в скиле То Ну как бы Шансы будут Вот Пока что Вот не Пободаться им Вот с командами На D2CL Пока что рановато Видимо Да И второй состав Аркредов будет играть У нас буквально Через 40 минут Да у нас начинается Игра Если я не ошибаюсь Или нет Или через больше Количества времени Поправь меня Потому что у меня просто Другое время Через 40 минут В 18 часов По Москве Окей Кайф Да Через 40 минут Соответственно С этим у вас будет Время и посмотреть Квалы И налить сечеечку И вернуться к нам На противостояние Отклет против Луна